Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня Греша. Мы озвучиваем толкование Нового Завета. У нас вот такое издание выше, трехтомник. По блаженному фефилакту вместе с откровением, спасим святым отцам. Показать, чтобы увидели. Это Господь позволил нам издать вот такое сокровище. Считает Холестников Никита Андреевич. Номер 23 по Евангелии от Луки. Лука 22, 63, 71. Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его. И закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его. Про реки кто ударил тебя? И много иных хуленей произносили против Него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели Его в свой Синедрион. И сказали, ты ли Христос? Скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал им, вы говорите, что Я. Они же сказали, какое еще? Нужно нам свидетельство. Ибо мы сами слышали из уст Его. Толкование блаженного Феофилакта. Причинявшие это Иисусу были какие-нибудь ругатели и люди необузданные, ибо нужно было, чтобы дьявол не оставил ни одного вида злобы, но всю ее излил, чтобы природа наша, оказавшись во всем святой, победила и попрала Его. Поэтому он переносит насмешки и биения, и будучи владыкой пророков, осмеивается, как лжепророк. Ибо слова прорекинам, кто ударил тебя, к тому относятся, чтобы осмеять его, как обманщика, а между тем присвояющего себе дар пророчества. И как настал день, пьяные слуги ночью осмеивали и злословили Иисуса Христа, а днем старейшины и почетные люди спрашивают, он ли Христос? Зная их мысли и то, что не поверив делам, сильнее могущим убедить. Подавно не поверят словам. Он говорит, если я и скажу вам, вы не поверите, ибо если бы вы верили моим словам, то какая была бы нужда в настоящем собрании? Если же и спрошу, вы не будете отвечать. Ибо они часто отмалчивались при вопросах, например, о крещении Иоанновом, Марка 11.33, «О словах сказал Господь Господу моему» Матфея 22.24, «О женщине скорченной» Лука 13.11. «Поэтому скажу только, что отныне не время говорить вам и объяснять, кто я, ибо если бы вы желали, вы познали бы меня из совершенных мной знамений, а отныне время осуждения. Вы увидите меня, Сына Человеческого, сидящим одесную силы Божией. При всем нужно бы устрашиться». А они после таких слов еще более рассверепели и в неистовстве спрашивают, «Итак, ты Сын Божий?» Он же с умеренностью и с указанием на несообразность их вопроса отвечает им, «Вы это говорите, что я, ибо Он презирал их ярость, говорил с ними неустрашимо». Отсюда же явно, что упорные не получают никакой пользы от того, что им открываются тайны, но принимают гораздо больше осуждения. Поэтому и должно скрывать оны от таковых, ибо это дело больше человеколюбивое. Глава 23.1.5 «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себе Христом царем». Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что Он возмущает народ, уча по всей иудеи, начиная от Галилеи до сего места. Толкование. «Видимо, противоречит истине. Ибо где Иисус воспретил платить подати, когда Он, напротив, повелел отдавать оны как должное, именно Он так говорил, «Отдавайте кесарю во кесарю». Лука 20.25 «Как Он возмущает народ? Не доискивается ли царство? Но этому никто не поверил. Ибо и тогда, когда народ хотел сделать Его царем, Он, узнав о всем, удалился». Иоанна 6.15 Поэтому и Пилат, поняв клевету, открыто говорит, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». По моему мнению, и самый вопрос, который Он делает Христу, есть насмешка над клеветой. Ибо говоря, «Царь ли ты иудейский?», Он насмехается над самим делом. Он говорит как бы так. «Тебя, убогого, бедного, нагого, беспомощного, обвиняют в стремлении к царской власти. А это, как мы сказали, есть насмешка над обвиняющими всем Иисуса. Что они, такого беспомощного и такого бедняка, представляют себе замышляющим такое дело, для которого нужны и состояния, и помощники. А они, не имея ничего другого в подтверждение клеветы, употребляют в дело голоса и кричат против Бога слово. Развращают, говорят, то есть возмущают народ. И не в одном частном месте, но начал от Галилеи и, пройдя через Средину Иудеи, успел возмутить до сего место. Мне кажется, что они неспроста упомянули о Галилее, но с намерением привести Пилата в страх. Ибо Галилеяне всегда таковы, мятежники и склонны к нововведениям, каков и Иуда, Галилеянин. О нем-то, кажется, они и напоминали Пилату, говоря, как бы так. Правитель, сравни Иуду, Галилеянина, который наделал много беспокойства римлянам, возмутив немалую часть народа, такого же и сей, которого тотчас нужно истребить. Лука 23, 6-27 Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он Галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы. Но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и сильно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами уничижив его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в этот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего, виновным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, «Смерть ему! А отпусти нам Варнаву! Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! И так, наказав его, отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, от которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некого Симона Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Пилат посылает Господа Кироду во исполнение римского закона, повелевающего, чтобы каждый судим был начальником его области. Поэтому Иисуса, как галилеянина, он посылает к правителю Галилеи. Ирод обрадовался этому не потому, впрочем, будто бы имел приобрести какую-нибудь пользу для души, увидя Иисуса. Но поскольку слышал о нем, что он мудрец и чудотворец, то имел неразумное желание, страдая и сам любовью к новостям, увидеть всего странного человека и послушать, что он говорит. «Не стражут ли и ныне многие из нас этой болезнью? Он сам желал увидеть какое-нибудь чудо от Иисуса не с тем, впрочем, чтобы уверовать, но чтобы насытить зрение, подобно как мы на зрелищах смотрим, как кудесники представляют, будто они проглатывают змей, мечи и подобное. И удивляемся, ибо Иисуса относили почти к роду таковых же. Ирод расспрашивал его о многом, обращаясь с ним в некотором ироническом тоне и во всем насмехаясь над ним. Поэтому и Иисус ничего не отвечал ему. «Ибо тот, кто все сотворил словом, и о ком Давид засвидетельствовал, что он даст твердость словам своим на суде» – Псалом 111, 5 – «знает, когда должен отвечать». «Ибо что за нужда отвечать тому, кто спрашивает не для научения?» «Какая нужда бросать жемчуг перед свиньями»?» – Матфея 7, 6. «Напротив, как мы сказали, глава 22, «человеколюбие требует молчать в таких случаях, ибо сказанное слово, не принося никакой пользы невнимательным, сверх того подвергнет их большему осуждению». Впрочем, Пилату, поскольку он был благонамереннее Ирода, Господь отвечает, хотя не совсем ясно. «Ибо тот спрашивал, царь ли ты иудейский?» А Господь отвечает, «ты говоришь». Ответие заключает как бы двоякую мысль, ибо можно понимать его и так. «Я поистине есть царь иудейский. Ты сказал сущую правду, можно разуметь и иначе. Я не говорю, ты говоришь, имеешь власть и говоришь, а Ироду, как решительному насмешнику, нисколько не отвечает. Ибо поистине, как говорит Исайя 3, 4 и 12, «у семени лукавого сынов беззаконных, то есть тогдашних иудеев, и сборщики были притесняющие их, и господствующие ими насмешники». «А что Ирод желал видеть Иисуса с тем намерением, чтобы наругаться и насмеяться над ним, и увидеть от него чудо, и в таких мыслях расспрашивал его, это показал конец. «Ибо, уничижив Иисуса и наругавшись над ним, отпустил его, и не сам только наругался, но и воины его, что всего обиднее, и надев на него светлую одежду, отостал его к Пилату. «А ты смотри, пожалуй, как дьявол запленается во всем, что не делает. Он устрояет такие ругательства и обиды Христу, а отсюда здесь не обнаруживается истина. Ибо насмешки самым очевидным образом свидетельствуют, что Господь не мятежник и не возмутитель. Если бы он был таков, то не стали бы шутить, когда угрожает такая опасность, и предполагается восстание целого народа, и притом народа многочисленного и очень склонного к новизне. И сделали в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою. Отослание Пилатом к Ироду, подчиненного сему, показалось началом дружбы, так как Пилат не присвояет себе преимуществ Иродовых. Впрочем, смотри повсюду, как дьявол, для того, чтобы только приговорить смерть Христу, сводит в одно, что отстояло друг от друга, постеляет единодушие и дружбу между теми, кои были врагами. Не стыд ли нам, когда Он для того, чтобы Христа умертвить и врагов примирил, а мы для собственного спасения и друзей не сохраняем в дружбе с нами? Когда же Христос отослан был назад к Пилату, смотри, как опять сияет истина. Вы, говорит Пилат, привели ко мне человека сего, как развращающего народ, но я не нахожу в нем ничего достойного смерти, равно как и Ирод. Видишь ли свидетельство двух человек, и притом одного правителя, а другого царя, совершенно истина. Судьи сами свидетельствуют, что человек си невиновен. Вы, обвинители, не привели ни одного свидетеля. Кому же нужно верить? Дивно, как побеждает истина. Иисус молчит, а враги свидетельствуют в пользу Его. Иудеи кричат, и никто не подтверждает их воплей. Пилат был какой-то слабый и весьма мало вступался за правду. Он боялся клеветы, чтобы его не опорочили, что он отпустил возмутителя. Ибо он не умел сказать, «Страха вашего не убоимся, а сам Господь будет мне в страх». Исайя 8, 12, 13. Итак, наказав его, говорит, то есть, вразумив бичами, отпущу. А римлянам в угоду иудеям и надлежало ради праздника отпускать по одному узнику. Ибо при заключении договора с иудеями дали им свободу жить по своим обычаям и законам. А у иудеев был от отцов обычай выпрашивать осужденных у правителя. Подобно как из-за Иоаннафана заступились перед Саулом, 1 царств 14, 45. Но весь народ стал кричать, говорится, смерть ему. Что может быть хуже этого? Народ избранный неистово требует убийства. Пилат-язычник отвращается от убийства. Вверх стал низом. Смерть, говорят ему, а отпусти нам вараву, который посажен был в темницу, как возмутитель и убийца. Пилат в третий раз предлагает отпустить. В третий раз они кричат против Христа, чтобы с ним троекратным воплем окончательно подтвердить свою жажду убийства. И они, как говорит блаженный Петр, отреклись от святого и праведного, а выпросили даровать им человека-убийцу. Деяние 3, 14. Ибо они любят подобное, почему и принимают участие в нем. Потому что и сами возмутились против римлян и стали виновниками бесчисленных убийств и собственной погибели. Господь предсказывает о всем через Иеремию. Я оставил дом мой, покинул удел мой. Самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Еремея 12, 7, 8. Горе им, что они удалились от меня. Гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. Падут отмеча князя их за дерзость языка своего. Ибо крест есть начальство Господа и Царства. Павел говорит, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и прочее. Филиппийцам 2, 8, 9. Как сенаторы имеют знаки своих достоинств, иные пояса, другие мантии, так и Господь устанавливает крест знамением своего Царствия. И всмотревшись, ты найдешь, что Иисус царствует в нас не иначе, как через злострадание, что живущие в неге суть враги креста. И тот может сделаться покорным Христу и взять крест его, кто упражняется в добродетели, кто идет с поля, то есть оставляет настоящее поле мир сей и дела в нем и стремится в Иерусалим, вышний, свободный. Галатам 4, 26. Лука 23, 28, 31. Иисус же, обратившись к ним, сказал, Дещери и Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блажены неплодные и утробы неродившие и сосы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас и холмам, покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Толкование. Женщины, эти создания, удобоподвижны на рыдание и плач, плачут так, как бы Господа постигла, какая напасть, и тем выражают свою сострадательность и сетывание человеческой неправде. А он не только этим недоволен, но даже возбраняет им, ибо он страдал добровольно, а страждущему добровольно, и при том за спасение всего рода, человеческого, приличествуют не слезы, а одобрение и прославление. Крестом и смерть разрушена, и ад пленен. Слезы приносят утешение не тем, кои страждут добровольно, но тем, кои страждут невольно. Поэтому он возбраняет им плакать о нем, а убеждает их обратить внимание на будущие бедствия и плакать об этих бедствиях, когда женщины без жалости будут варить собственных детей, и чрево носившее, к сожалению, само опять в себя примет родившееся из него. Ибо если римляне так поступили со мной, деревом влажным, плодоносным, вечно зеленеющим и вечно живущим силой божества и плодами учения своего всех питающих, то чего не причинят они вам, то есть народу, дереву сухому, лишенному всякой животворной праведности и не приносящему никакого плода. Лука 23, 32, 38. Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий. «И стоял народ и смотрел, насмехались жить вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Се есть царь иудейский». Толкование. Дьявол, желая составить и внушить дурное мнение о Господе, устрояет так, что с ним распинаются два разбойника. Но смотри, как он одного из них лишился, и как послужило к большей славе Господа то, что дьявол замышлял против него. Ибо крестов разбойников никто не искал. Напротив, весь мир томился, ожиданием креста Господня. И отсюда очевидно оказывается, что Господь не беззаконник, как разбойники, но путеначальник всякой праведности. Ведут его на место лобное, где, говорят, погребен был пратец, чтобы где совершилось падение, через древ, там же совершилось и восстановление, через древо. Иисус, являя чрезвычайную кротость, молится за них, говоря, «Отче, прости им, ибо они знают, что делают». И, конечно, Грексий простился бы им, если бы после сего они не остались в неверии. Для чего делят одежду его? Быть может, многие нуждались в них, а быть может, что вероятнее, делали это по дерзости и с намерением надругаться, ибо на их взгляд, что было драгоценно во всех одеждах? Итак, они делали это в виде насмешки и ругательства, ибо что нужно заключать о простом народе, когда начальники его насмехались? Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Это дьявол говорит через них, как на кровле храма, Лука 4,9, так и здесь он это говорит, завидуя спасению через крест и желая всеми возможными хитростями пресечь оное. Воины подносили уксус для питья, служа именно как царю. Вот и другая хитрость дьявола, обращающаяся на него самого. Именно, он письменами трех языков объявляет о возмущении Иисусовым, чтобы всякому из проходящих было известно, что он повешен за то, что выдавал себя за царя. А изобретательный назло не понимал, что это было знаком того, что сильнейшие из народов, каковы римляне, и мудрейшие, каковы греки, и набожнейшие, каковы евреи, войдут в царство Иисуса и будут проповедовать его. Комментарий Игнатия Лапкина. Царствием Божиим называется пришествие Христа на землю, уверовавшие в него и составляет царствие Христово. Усыновленные чада Божие получают великую власть от имени Иисуса нести благую весть. Иоанна 1, 12. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. И самое главное право, которое стало и обязанностью у веровавших, нести слово благовестия в окрестные народы. Иоанн Златоуст непрерывно призывал проповеди Евангелия, проповеди того, что его прихожане слышали в храме. Он говорил, что он один ничего не успеет, если слушатели будут безмолвствовать. Почему же русский народ к этому не был приучен сразу при князе Владимире? Почему бы мы пошли иным неевангельским путем в пустыне, леса, пещеры, о котором не сказано ни одного слова в Библии? Римлянам 10, 15, 17. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Итак, вера от слышания, от слышания от слова Божия. Сегодня ропщат патриоты на всех, в ком нет национального самосознания, что даже русскими назвать себя не хотят. А неплохо бы, говорят они, восстановить монархию, захватить Константинополь, восстановить подлинную симфонию государства и церкви православной, как было при Василии Третьем и при Александре Третьем. Но где тогда Христос? И когда же они будут проповедовать Его? Но на деле у патриотов ничего не получается. Все их союзы русского народа, православных братств, Черной Сотни и другие герои дня, они между собой так легко ссорятся, так легко поносят друг друга, обзываются агентами ЦРУ, жидами и врагами народа. И все вопрошаю, отчего это так? Ответ же дан еще задолго до нас, когда и спросят рождение свыше у Христа и будут проповедовать Его. Когда же и будут проповедовать Его, то есть надежда, что семя Слова Божия все же где-то найдет благодатную почву, и душа придет ко Христу. А кто это будет? Русский, еврей или китаец с негром? Это не имеет никакого значения. Все и будут проповедовать Его. И кто будет жить на территории, где мы живем? Это для вечности не имеет никакого значения. Несите же благую весть погибающим людям. Лука 23, 39, 43. Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил, «Если Ты, Христос, спаси Себя и нас!» Другой же, напротив, унимал Деву и говорил, «Или Ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое». И сказал Ему Иисус, «Истинно говорю Тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Толкование. Сначала, вероятно, оба злословили Его, а потом один из них, который поблагоразумнее, познал благость и божество Иисуса из тех слов, кое Он изрек за распинателей, говоря, «Отче, прости им!» ибо слова си не только исполнены совершенного человеколюбия, но обнаруживают много и собственной власти. Иисус не сказал, «Господи, молю Тебя, прости им!» но просто так же, как и со властью, «Отче, прости им!» Разумленный всеми словами, тот, кто прежде злословил Иисуса, признает Его истинным Царем, заграждает устал другому разбойнику и говорит Иисусу, «Помяни Мне во Царстве Твоем!» Что же Господь? Как человек, Он на кресте, а как Бог везде, и там, и в раю, все наполняет, и нет места, где Его нет. Иные спросят, когда Господь говорит разбойнику, «Ныне же будешь со мной в раю», то как после всего Павел сказал, что никто из святых не получил обетования?» Евреям 11, 39. Разбойник еще не наследовал жизни в раю, но поскольку обещание Господа непреложно и отнюдь не ложно, поэтому и сказано, «Ныне же будешь со мной в раю». Ибо есть, говорят в речах Господа и такие обороты, в коих Он о будущем выражается, как о случившемся. Например, когда говорит, «Неверующий уже осужден» Иоанна 13, 3, 18 и 5, 24. «Иные искажают это изречение, именно после ныне ставят знак припинания, чтобы выходила такая речь, «Истинно говорю тебе ныне», а потом продолжают, «Будешь со мной в раю». Ибо Адам увеселялся душевно, так как он не оставлял такой деятельности и земледельческой радости. Поэтому, говорят, Павел нисколько не противоречит. «Разбойник получил рай, но не получил царствие. Получит же он и тогда, когда получат и все те, коих перечислил. По крайней мере, в настоящее время он в раю, которое есть место душевного успокоения». Так говорили многие и много раз. Можно сказать, что ничто не мешает быть истинными словами, словам, как Господним, так и Павловым. И в том случае, если даже Царство Небесное и рай, суть одно и то же. Ибо разбойник, хотя в раю или в царстве, и не только он, но и все, исчисленные Павлом. Однако же, он не наслаждается всецелым обладанием благ. Как осужденные не находятся в царских жилищах, но заключены в темнице, истерегутся для предназначенных наказаний. А почетные входят в чердоги царские и пребывают в них. Потом, когда настанет время раздачи, удостаиваются даров царских, так и святые, хотя не вкушают еще полного блаженства, однако же, находятся в обителях светлых, полных, благовония, и вообще говоря, царских, хотя еще не удостоились окончательного раздаяния царских даров. Так и разбойник, хотя стал теперь в раю, однако же, не наслаждается совершенным блаженством, чтобы не без нас достиг совершенства, евреям 11.40, и такое объяснение, по моему мнению, всех справедливее. Не говорю же о том, что и дарования святых, проявляющиеся в повседневных чудотворениях, справедливо могут быть названы раем, и что все они, поскольку, сподобившись дарования духовных, приняли вон их злог духа, находятся в раю, хотя не достигли совершенства и получили царствие, как говорит Павел в том же послании к евреям, хотя не получили обещанного. Под словом обетования он, очевидно, разумел полноту наслаждения. Итак, они еще не получили всего обещанного, однако же, находятся в царстве и в раю. Спавший разбойника, Господь связал орудие злобы, согласно своему предсказанию, связав сильного и вещи его расхитит. Матфея 12, 29. Спасибо.